В Республике Адыгея функционируют 20 детских школ искусств. С 20 по 22 октября для них был организован 4-й республиканский конкурс «Лучшая детская школа искусств-2020». В этом году в нем приняли участие 4 детские школы искусств в Республике Адыгея, среди которых и Кашхабльская ДШИ имени Хагауджа. Состоявшийся конкурс был довольно сложным, так как проходил в режиме онлайн, но, несмотря на это, Кашхабльская школа заняла первое место. Это был 4-й республиканский конкурс «Лучшая детская школа 2020 года». Конкурс проходил в связи с такой обстановкой заочно. Мы предоставляли следующие документы. Это последние отчеты, наверное, за последние 2-3 года. С какими трудностями вы столкнулись, когда вы готовили эту презентацию? Ну, трудности, наверное, были то, что он проходил заочно, а так, в принципе, никаких трудностей у нас не было. Видео презентация должна была от 15 до 20 минут, мы ее подготовили. Сам конкурс – это отборочный тур на общероссийский конкурс «Лучшая детская школа искусств 2020 года», который проходит в Москве. В этом году мы стали победителем республиканского конкурса, но не сможем участвовать в том конкурсе, так как условия общероссийского конкурса являются победителем, не имеют права участвовать в течение 5 лет. Но это такие условия победители, потому что мы стали в 2018 году победителями, и вот в течение 5 лет мы не можем в общероссийском участвовать. Такие условия в этом положении. Участие в этом конкурсе «Кашхабская ДШ» принимала не раз и прекрасно знала о всех ее тонкостях и трудностях. У преподавательского состава было достаточно времени, чтобы подготовить достойную победы презентацию. История школы, историческая исправка, образовательная деятельность, воспитательная деятельность, концертно-просветительская и отчет за последние 2-3 года по разным направлениям. Ну, презентация отражает всю работу, наверное, школы за последние 2 года. Всю деятельность нашей школы. А готовились к конкурсу? Вы ожидали, что займете призовое первое место? Конечно, мы не ожидали. Мы надеялись, так как мы в 2018 году уже пробовали участвовать, но не заняли первое место. Мы заняли тогда второе место, а в этом году, конечно, надеялись, что мы станем победителями. И стали. Как коллектив отреагировал на это? Конечно, все были очень рады. Конечно, чтобы в республике занять первое место, это дорогого, наверное, стоит. Нурет Дихохова не один год является директором ДШИ. За все это время учащиеся школы достигли немалых результатов. В этом успехе есть большая заслуга преподавателей и, конечно же, самого руководителя учреждения. Я являюсь руководителем этой школы уже не один год. Расскажи про секрет вашего успеха как руководителя и вообще, как за это время ваши ученики добились очень многого. Вы всегда участвуете в конкурсах, являетесь лауреатами, занимаете первые места диплома разные, получаете. Эта система – это очень такой непокладаемый труд не только педагогического, но, наверное, всего коллектива. Если есть система обучения в школе, значит, успех гарантирован. ДШИ насчитывает много различных отделений. Придя сюда, дети смогут выбрать то направление, которое им по душе. А педагоги, в свою очередь, будут помогать им в развитии их талантов. Это фортепианное отделение, народное, изобразительное искусство, хореографическое творчество, это золотое шитье, это сольное пение. И по всем направлениям мы пытаемся участвовать в различных конкурсах. По количеству набранных баллов по единогласному решению жюри Кашхабльское ДШИ имени Хагауджа стало лучшее в республике. Несомненно, это достижение – результат упорного ежедневного труда всего коллектива. Я хочу сказать, наверное, большое спасибо всему коллективу за их работу, за трудолюбие. Хочу пожелать в такое время, в такой обстановке, наверное, здоровья, успехов, творческих высот, чтобы наш Кашхабльский район и наша школа процветала с каждым годом все краше и лучше. Планы на будущее урговодства ДШИ грандиозные. Пожелаем им удачи. Натусик Шмезова, Сергей Лабунцев. Новости Кашхабльского района.